Привет, друзья! Я Михаил Шрабаков и я хочу вас научить играть на пианино импровизировать. Вам не надо знать нот, я постараюсь объяснить максимально просто. Примерно вот так. Можно вообще не думать о том, что ты делаешь. Просто в голове возникает мелодия, берешь как ты играешь. Итак, смотрите, есть простые правила для того, чтобы играть. Можно сюда покрупнее сделать. Вот, значит, ставите три пальца. Вот этот палец у нас не участвует. Вот так вот согну. Три пальца вот так ставите. Вот это вот надо знать. Единственное, что вот это нота до. И она повторяется вот до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Потом опять до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Вот. Вот эта нота первая. До. Кстати, нота до, ее частота кратна 8 герцем. И, ну, то есть вот ритм земли или трансфоритм, он вот как раз в ноте до идет, чтобы вы знали. Итак, до через одну еще один палец ставим. Это ми. И еще через одну палец ставим. Это ля. Вот. И можно для красоты, для бэгэ. Видите, вот аккорд это до, ми, соль. Вот. И еще можно большим пальцем руки повторить до. Это одна и та же нота. Вот. Через одну, через одну, через одну. Все. Это вам достаточно для начала. Если хотите, можете украсить. Теперь, если я, например, что-то у нас какая-то нота до, ре, ми, фа, да? Если я здесь беру фа, то правой рукой я беру тоже ноту фа. В любом из других ладов. Обычно где-то рядом берут. Так. Ищу такую же конфигурацию. Вот, значит, третья черненькая. Вот она. Чик. Вот здесь. Опа. Такую же делаю. Раз, два, три. Давайте вот так. Три. Точно такие же ноты зажимаю. Видите? Теперь, это первый принцип. Если на левой руке мы зажали три ноты три клавиши через одну, то на правой руке мы тоже зажимаем такие же три клавиши через одну. Только я могу их менять. Ну, ритм разный сделать. Это просто бахнуть. А это и там. Вот. Теперь дальше все открывается у вас полное пространство. Вам только нужно сделать, значит, что вам нужен квадрат, например. Самая типичная фигура – это квадрат. То есть, четыре повторения. Два. Три. И вернулись. Вот. Можно треугольниками. То есть, три нотки в одном цикле. И, соответственно, вы делаете четыре разных такта. Самый простой для начала. Четыре. И бацаете вашу руку хоть куда. Представляете? Та-дам-дам. 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 И сначала. Вот. А теперь научите ваши руки одновременно это делать. И заново. Хоть куда. Туда левая рука, туда и правая. Это основа. Это опора. Теперь вы левой рукой тоже делаете перебор какой-нибудь. Правой рукой вы тоже делаете какой-нибудь перебор. По тем же самым трем нотам. Ну, вот это четвертый, поэтому здесь повторила. Итак. Левая рука по трем нотам делает. Это тоже, это вот эта же нота, поэтому можно и для красоты добавлять. А правая рука уже может скакать теперь уже, когда вы дальше научитесь, да? Правая рука уже примерно по тем же трем нотам скачет, но может левее и правее делать. Главное, чтобы в основной удар, как бы, вот там, вы перешли. Ваша правая рука тоже желательно, чтобы на этой же нотке оказалась. Вот смотрите, я сейчас вот. Убежал фиг знает куда. Потом переключил сюда. Я с этой же нафел и пришел к ней же. То есть начинаю скакать от нее. Теперь я сюда перешел. Вот основа ваша. Где левая рука, там и правая рука. Все. Это, короче, вот два правила для импровизации. Где левая рука по трем нотам через одну, например, там же и правая рука. По тем же самым нотам, только правее. Вот. И второе правило, это вы делаете квадраты. То есть повторяющуюся мелодию. Любые комбинации. Главное, чтобы у вас получился в итоге квадрат. Вы вернулись туда, куда пришли. Все. Это самое простое. Для начала, для продолжения я вам покажу в следующих видео. Пока.